Кстати, почитал ваши отзывы насчет очищения всего пищеварительного тракта. И в частности, пищеварение было основано на том, что слизистая обновляется, и так как она обновляется в просвет кишечника, то все, что налипло, выбрасывается, отторгается внутрь кишки. То есть, желудочно-кишечный тракт так устроен, что что-либо к нему прилипнет, к стенке, оно за счет обновления слизистой оболочки отторгается обратно в просвет. То есть, залипание в тонком кишечнике или в иных местах возможно на какое-то короткое время. Либо же, если это слизь в желудке, то это образуется постоянно, то это говорит о том, что он просто-напросто перестал нормально работать. Надо нормализовать его работу. Так вот, слизистые оболочки обновляются самостоятельно и быстро. И для этого им, в первую очередь, нужен просто-напросто какой-то отдых. И даже без отдыха. То есть, на нормальном пищевом режиме идет их обновление. А если дать им еще отдых, то, естественно, они обновятся еще быстрее. То есть, особо ничего не будет мешать. Более качественно все это произойдет. Поэтому вопрос об очищении, вот он, такой двоякий. У здорового организма все это обновляется и очищается, само собой, без всяких затруднений. Если же, наоборот, имеются какие-то отклонения в здоровье, в первую очередь, это недостаток жизненной энергии. Общая вялость и дряхлость организма ведет к тому, что процесс обновления приостанавливается. И я как раз вам говорил о том, что для обновления просто достаточно всего желудочно-кишечного тракта. Так как он обновляется, клетки эпителиальные, одни быстрее, другие медленнее, и мы берем по самым медленным клеткам толстого кишечника, они обновляются аж через четверо суток, то вот просто-напросто поголодать. Вот это вот время, четверо суток, пятеро, шесть, недельку, это будет способствовать тому, что слизистые восстановятся. При этом не надо никаких ни витаминов, ни минералов, ничего не надо. Просто нужен покой. Организм все сделает сам. А вот далее, естественно, для того, чтобы процесс обновления шел нормально, организм надо снабдить всем необходимым. Тут, естественно, и белки, и жиры, и углеводы, минеральные соли, витамины и прочее, прочее. Что-то там лучше способствует обновлению. Например, там влияет хорошо морковный сок за счет содержания в нем каротина. Там, допустим, минералы, которые будут содержаться где-то в морской капусте. Ну и так далее. Но не более того. То есть тут как-то идет путаница. Вот для обновлений надо там... Макронный сок, еще там что-то, еще там что-то, еще что-то. Нет. Должно быть нормальное, обычное питание. А если же мы с вами добавим вот этих вот всех соков в свежем виде, то еще тогда обновление пойдет лучше. Но мы не говорим о том, что лучше, а что хуже. А мы говорим о том, как очистить желудочно-кишечный тракт. Вот и все. И какие процедуры влияют на него, на очищение. Вот это я хотел бы подчеркнуть. Теперь, если дальше мы развиваем тему очищения организма, то что там мы должны очищать? Где там эти все шлаки у нас скапливаются? Помимо желудочно-кишечного тракта. В первую очередь, смотрите, мы с вами, можно так сказать, вот эти все шлаки, это там грязь, она идет не снаружи. Она образуется у нас внутри. По причине того, что мы с вами и как мы с вами съели. Что-то переварилось, что-то не переварилось, что-то там сосалось. Так вот, опищеварительный тракт разобрали. А теперь дальше мы пойдем просто-напросто потоку крови. От желудочно-кишечного тракта кровь всасывается. Вернее, не кровь всасывается, а питательное вещество и прочее, что там у нас имелось, всасывается через слизистую кровь. Естественно, кишечник, стенка кишечника не такая уж глупая и пропускает не все подряд. Уже здесь имеется свой собственный контроль, который уже что-то не пропускает. А естественно, что-то пропускает. Так вот эти вот питательные вещества и то, что прошло через слизистый барьер кишечника, всосалось в кровь, поступает первым делом в стоком крови куда? Правильно, в печень. Вот тут-то в печени и начинается дележка. Что организм сможет усвоить, а что надо сразу же выбрасывать. И вот очень интересно там разобрать печень как орган, который очищает кровь. Орган, который очищает кровь. Значит, питательные вещества туда попадают. Более того, эти питательные вещества, они просто-напросто... Если мы с вами взяли кусок пищи, измельчили его в ротовой полости и далее в желудке, в кишечнике разбили его на составляющие, и вот эти составляющие всосали в кровь, это еще не значит, что это пища. Еще вот эти все эти вещества надо переделать в свои. И вот переделкой этих веществ в свои занимается печень. Вот она их там слаживает, преобразует, так и сяк. И дальше они с током крови пошли уже непосредственно по всему организму. То есть существует печеночный барьер. Значит, а что получается с теми веществами, которые печень не пропускает? Что же там получается? А получается следующее, что из этих-то веществ плюс из, как бы лучше правильно сказать, из распада крови, кровь имеет тоже определенный срок жизни, все эти эритроциты именно в печени распадаются на свои составные части. Вот. И из крови и из вот этих вот веществ образуется желчь пищевых веществ, которые дальше ночные прошли, печеночные барьеры задержал, образуется желчь. И вот эта та желчь сбрасывается в желчный пузырь далее, далее, видите, как организм мудро мудро устроен. Далее, чтобы во время принятия пищи и пищеварения эти вещества опять выбрасываются через желчный пузырь в просвет тонкого кишечника и пошли далее. через тонкий толстый кишечник и выбрасываются наружу. То есть в этом случае они уже особо не всасываются стенками кишечника. Хотя, хотя, если могут долго находиться в том же толстом кишечнике, где идет формирование каловых масс, то все это может произойти. Но в нормальном случае вот это все, что всосалось, оно выбрасывается через кишечник. Далее, а вот далее интересно, а вот то, что будем говорить наша печень пропустила. Вот образуются так называемые слизистые шлаки. То есть печень их частично задержала, частично не задержала. И они, значит, болтаются в крови. вот эти вот шлаки, они выбрасываются через легкие и носоглотку. Через легкие и носоглотку выбрасываются слизистые шлаки. Это надо понимать. Есть также, или вернее там не есть, а в качестве органов выделения у нас является и кожа. То есть одна из ее функций это выделительная. Вот. Ну, с потом выделяются какие-то вещества. Мы не будем говорить, что там именно, но выделяются. Если же смотрите, что количество там слизи превышает допустимые нормы, нормальные нормы. У всех у нас там супельки, так или иначе бывает. И это нормально, но когда их слишком много, это уже болезненное состояние. Вот. Точно так же если слишком много шлака выделяется через кожу, сколько-то она может нормально вывести, а какие-то она вообще не может вывести, а они пытаются через нее выводиться. То есть любая чрезмерность приводит к тому, что та или иная поверхность выделения, легкие носоглотка кожи, начинает от этого страдать. То есть возникает ненамогание, которое переходит в болезнь. Вот. Значит, мы остановились на том, что в печени и в определенных случаях в желчном пузыре могут образовываться какие-то конкременты, которые там и откладываются. Либо же медленно-медленно могут выводиться. То есть не в течение месяца, не в течение года, а гораздо больше. А могут и навсегда там оставаться. Вот. Поэтому следующий этап очистительный это как раз очищение печени из желчного пузыря. Ну, эта процедура совместима, она связана, вернее, она способствует очищению тому и другому. Ну, кто чистил, кто-то видел, что там выходит и как там выходит. Так, далее. Что у нас? Почки фильтруют кровь. то есть где-то следующий рубеж зашлаковки. Это будут почки. ну, почки в основном выделяют какие? Белковые, азотистые вещества, там, ненужные, лишние. выделяют там соли, то есть следят за тем, чтобы как и печень, так и почки следят за тем, чтобы состав крови был наиболее приемлемый для жизнедеятельности организма. Как только появляются какие-то такие изменения, значит, они сразу же включаются в работу. Ну, естественно, опять-таки, если чего-то там слишком много, и это большая нагрузка на те же почки, они перестают справляться и начинаются поломки и откладывания разного рода разного рода конкрементов, которых потом со временем все более и более обезвоживаясь. Самое интересное, что все это находится в жидкостях, но тем не менее обезвоживается и значит, прессуется в твердый камень. Вот что самое удивительное. Вот. Ну, это все мы рассматриваем такие вещи как ненормальные с точки зрения здорового организма. Это тоже болезненные процессы. И тут нам в этом здорово помогают микробы. Именно они служат очагом, вокруг которых начинаются вот такие вот собирания каких-то каких-то слизей, превращение их в конгломерат и потом уплотнение и превращение в камень. Примерно так. Далее. вот что особо надо очищать. Мы идем по ходу крови. Пока слизистые носа там гайморовых пазух мы не берем. Мы пока их не берем. И слизистые вообще через которые выделяются разного рода уже вещества лимфатической системы. А мы берем промежуток вот этот самый важный промежуток между между кровью и клетками. Наше питание в основном построено для того чтобы питать клетки. Именно клетки составляют рабочую массу нашего организма и они нуждаются в питании. И вот это пищеварение, кровеносная система, дыхательная система это всего лишь на всего распределительные системы, которые помогают доносить питательные вещества кислород и прочее клеткам подавать непосредственно к потребителям. Как вот существует гидроэлектростанция она большая от нее отходит много проводов в каждую там дом, квартирку и вот там потребители потребляют это электричество. А клетки потребляют то, что мы с вами съели. Так вот все это значит распределяется кровью, но кровь напрямую не попадает в клетку. А между кровью и клеткой существует межклеточная жидкость. И вот там-то в межклеточной жидкости вещества из крови поступают в нее, в эту жидкость. А далее из этой жидкости межклеточной они поступают в клетку. Также идет обратный процесс. Отработанные вещества из клетки поступают вот в эту межклеточную жидкость и далее потихонечку всасываются в кровь и опять-таки через печеночку начинается идти очищение. Вот я когда голодал этот процесс очень хорошо был виден и понятен. вот каждая клетка выбрасывала свои собственные шлаки какие-то в межклеточную жидкость. оттуда эти все шлаки попадали в кровь далее все это попадало в печень и значит печень все это там по-своему хозяйски разбиралась с ними превращала в желчь и периодически там допустим раз в два три дня в четыре дня когда как был стул то есть такой жидкий стул откуда он брался когда там уже все давным-давно было вымыто клизмами пища не принималась уже там несколько недель то есть все чисто было но тем не менее тем не менее происходило сброс желчи через печень в желчный пузырь в кишечник и это приводило к тому что он самостоятельно либо же с помощью клизм он срабатывал и важно очистить вы знаете вот клетка она представляет собой комбинат так можно сравнить в котором все самодостаточно туда ничего не надо там далее ей субстрат она его разлагает живет за счет этого выделяет то есть там все налажено то есть саму клетку очищать не надо там все так построено все значит согласовано что она великолепно работает а вот пространство между клетками и кровью вот это межклеточное пространство вот тут и накапливается с одной стороны что там накапливается питательные вещества которые идут из крови через межклеточную жидкость в клетку а с другой стороны идут отработанные вещества из клеток в кровь и вот в зависимости от того насколько чиста межклеточная жидкость настолько мы чувствуем себя здоровым и если она очищается с помощью естественных механизмов хорошо энергии много в организме он молодой значит мы великолепно себя чувствуем а вот как только там докапливаются вещества с тех же клеток отработанные там же могут на этих всех этих веществах как идущих из крови в клетку так идущих из клеток обратно в кровь значит могут размножаться разного рода микропаразиты это гноеродная микрофлора грибки разных видов вирусы ну и даже живность побольше плод дали столб вот вот тут и начинаются проблемы и вот задача состоит вот очистить вот это вот часть организма межклеточную жидкость чем она чище чем больше здоровья у человека выносливость особенно это сказывается не на силовых показателях а на выносливость вот не устаешь и все я это на себе прочувствовал очень очень хорошо выносливость становится потрясающе но за выносливостью там идет и гибкость когда этих шлаков нету но это другая тема и теперь встает вопрос вот мы там поговорили вот печенку там можно очистить с помощью вот этих различных очистительных процедур вот вот эти желчные шлаки чтобы они побыстрее вышли для этого надо применять смягчение организма то есть подготовку этих шлаков в такое состояние в котором они легко и быстро выходили либо уже были собраны и подвинуты там к желчному пузырю чтобы только раз вызвать желчеотделение каким-либо способом и все это выбросилось это что касается печени но это еще не все не все здесь так же надо понимать такую вещь что клетки печени они обновляются через определенный период времени там то ли через две недели то ли через три недели я сейчас не помню это можно все заглянуть посмотреть ученые там с помощью этих вмеченных атомов определили скорость обновления клеток печени так вот она печень может обновиться вся полностью и во время этого обновления какие-то вещества которые вот клетки печени там накопили удерживали себе или еще что-то это все естественно в процессе обновления клеток они рождаются а потом разрушаются все это выбрасывается то есть идет очищение такое что когда голодаешь тем более в таком уже зрелом пожилом возрасте то видишь выходит помимо того каких-то шлаков похожих на желчь выходит черная мазута а древние как раз врачеватели говорили что есть черная желчь и вот эту черную желчь она как мазута вот и по консистенции по виду она черная блестит вот это она и есть вот эту вот вещь надо и вывести то есть обновить печень полностью ох тогда она работает будь здоров пока мы опять не засадим своим порочным питанием это что касается печени отвлеклись от межклеточной жидкости а как же на нее повлиять вот тут одно из средств одно из средств перечислим различные средства это потение да регулярно такое потение физиологически приемлемое оно хорошо способствует тому что через кожные покровы более-менее очищается вот эта вот межтканевая жидкость так потение потом это без радикальных таких средств потом смотрите если мы с вами поменяем питание питание такое которое вот у меня напрашивается такое слово тяжелое то есть есть вещества питательные которые имеют долгий цикл путешествия по организму а есть питательные вещества которые имеют гораздо более короткий цикл пребывания в организме но смотрите к тяжелым это будут относиться в первую очередь белки с белками вообще туговато они и усваиваются долго и выводятся долго ну вот далее значит пойдут это жиры жиры так же не просто они выводятся из организма свято масса как-то должна как-то должна стать более текучей прежде чем она выведется вот поэтому чем больше этих всех жиров тем тем хуже с межклеточной жидкостью потом естественно идут крахмалы вот далее идут сахара их тоже не так уж должно быть много не должны быть естественно но сахара еще так более менее терпимы особенно если это естественная сахара вот если это в основном пойдет булочка с маслицем булочка тонкого помола с маслицем и там сладким кофейком вот это то что хорошо засоряет а если еще и колбаску там подложат бутербродик с сырком вот это хорошо засоряет межклеточную жидкость то есть она делается такая тяжелая и трудновыводимая а естественно там растительная пища свежерастительная пища до определенной меры или в определенный период например весной и летом осенью еще так ранней все это нормально будет промывать особенно хорошо влияет на межклеточную жидкость это свежевыжатые овощные соки вот они ее очень хорошо чистят также хорошо на нее будет влиять и питье талой воды один из лучших таких вариантов и как более жесткий вариант и применяемый на короткие короткие такие сроки это дистиллированная вода естественно если все это еще там через магнитотрон пропущено будет еще лучше влиять то есть более текучие будут жидкости наши становятся все итак чтобы очистить межклеточную жидкость основу нашего существа вернее одну из основ нашего существа необходимо в первую очередь уменьшить поток веществ идущих из крови в клетку и вот тут в частности полезная польза постов весьма весьма очевидно если все это правильно умеренно будет даваться значит первое уменьшение количества потока питательных веществ идущих от крови к клеткам и это уже будет способствовать тому что поток от клеток крови будет идти беспрепятственно и начнется очищение еще разок скажу потому что один поток идет веществ в клетку другой из клеток и все это смешивается в межклеточной жидкости там получается известно что и наконец таки если мы будем говорить о таком радикальном наиболее эффективном средстве очищения межклеточной жидкости это голодание естественно дозировано естественно физиологически полезное естественно правильно выполняемое с учетом многих факторов я так пару-тройку перечислю это особенности индивидуальной конституции это особенности климата ну климат и время года я тут подразумеваю вот и естественно настроя человек чтоб он воспринимал это как такой лечебный процесс и вот тогда плюс плюс смотрите что еще можно изощриться вот применение допустим дистиллированной воды применение талой воды будет способствовать того что все это будет побыстрее очищаться плюс все же эти шлаки которые у нас начинают печеночкой выбрасываться поступают в кишечники чтоб там они не подвергались обратно усасывания и не складировали слишком долго не надо значит это очистительные клизмы там допустим душ чтобы кожа хорошо там очищалась на кожу тоже большая нагрузка ложится вы знаете у меня были на голоде такие моменты когда я слышал от себя запах тухлятины в течение примерно может быть недельки может быть больше может быть меньше то есть вот какие-то шлаки скорее всего летучие и скорее всего белковые азотистые выходили через поры кожи как некоторые специалисты утверждают что вывод вот там каких-то аммиачных шлаков возрастает в тысячу раз из-за организма на голоде и поэтому человек ходит и воняет просто смрадит смрад с него идет вот это такое очищение потом раз очистится и все нормально все кожа сияет все это возвращается на голоде на организм ложится нагрузка по выведению он переходит в режим выведения всего чужеродного лишнего ненужного и некого обновления и там работает энергетика первичная энергетика почему работает мощно которая строила организм от уровня яйцеклетки до взрослого человека это надо понимать что есть энергия которая идет с духовного уровня которая строит структуры а вот допустим пищевая энергия она просто заполняет эти структуры тут тоже интересные такие вещи очищение духовное предусматривает уменьшение потребления пищи и как как действенное действенное средство это пост причем тут пост круглогодичный чтобы как говорят про святых чтобы они у них тело стало как у ангела там они питались так чуть-чуть плоти мне нужна вот поэтому важно очистить межклеточную жидкость это 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 наше здоровье и благосостояние организма самая основная память а то что до этого было ну это так так сказать основные узлы как как опять таки взять оросительную систему вот вся растительная система она должна там питать растения плантацию а в ней а в ней есть распределительные там узлы заслонки какие-то задвижки водоводы вот задача которых просто-напросто все это дело правильно распределить растит сама плантация вот точно так же и нам надо очистить межклеточную жидкость для того чтобы почувствовать себя здоровым ну и далее образом жизни постараться сделать так чтобы ее как можно меньше загрязнять то есть это уже будет разумное отношение осознанное отношение с пониманием что ты делаешь к своему собственному здоровью вот такую лекцию на прогулочке вам прочитал а для себя обновил знания кстати посмотрите мой фильм голод 40 суток где вот это вот все что я говорил очень хорошо видно на практике жаль что я там убрал то что с меня выходило из-за требований брезливых людей вот существенные были вещи такие что идут идут допустим последний десяток сороковой десяток а с тебя шлаки степятся и такие и всякие и кстати организм сам на голоде вот интересно знаете можно действительно разные придумывать процедуры разные там оздоровительные средства извращаться изгаляться чтоб туда-сюда окажется если правильно проводить голодание научиться этой науке все это можно сделать самостоятельно то все это делает сам голод причем организм этот процесс контролирует на таком самом тончайшем уровне все это он сам контролирует все это сам руководить что выделить что обезвредить и в том числе вот погибают разного рода паразиты начиная от вирусов и кончая глистами где-то примерно на третьем десятке а тем более уж на четвертом десятке голодания а в некоторых случаях намного раньше выходят мертвые клубки глистов или поодиночке там либо в виде там слизи то есть все это отходит вот так вот организм сам создает условия для ликвидации паразитарных инфекций внутри себя и с помощью там кризисов также контролируемых выбрасывает из себя все что там накопилось лишнее и вот труднее всего выбрасывается разного рода лекарственные вещества которые содержат тяжелые металлы вот раньше любили там что-то на основе ртути делать и вот оказывается тяжелые металлы ртуть там тем более они очень трудно выводятся из организма но тем не менее вот вспоминая опыт поля брега ни одно голодание ни два голодания а голодание регулярное в течение нескольких лет возможно десяти все-таки соберут это все до кучи подготовят и в виде мощного какого-то кризиса ну вот у него прослабление выбросят вон из организма и тогда как говорит польбрэх здоровье пошло вагонами хотя до этого он уже голодал несколько лет видите какая разница в очищении в очищении межтканевой жидкости и нормализации работы печенки потому что все эти лекарства засели там и бедненькое надо было все это собраться с силами и вывернуть все это из себя наружу да 4 километра пройдено моя прогулка идет к концу кстати вот здесь вот имеется подземный ход один старикан говорил когда была война бомбили мост который там железнодорожный и естественно бомбы падали тут везде и обрушилась вот этот обрыв и обрушилась и обнаружился ход подземный ход который вел туда в город вот такие интересные вещи были и есть и творятся и сейчас видите народу никого я хожу после обеда свежачок такой сейчас приду еще видосик настрочу есть желание закончить этот год с 20 тысячами подписчиков желание есть ну вот попробуем попробуем как это получится 19 будет а вот 20 бабушка надвое шептала благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо.про доброго здоровьица и до новых встреч библиотеку и малахо.про